По данным окружного управления Роспотребнадзора, на 26 октября в округе выявлено 135 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 3 больше, чем вчера, и на 9, чем неделю назад. В больнице региона госпитализировано 883 пациента с коронавирусом и вне больничными пневмониями. 115 из них в тяжелом состоянии. 22 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерло 3 человека. Все эти цифры увеличиваются ежедневно. На сегодняшний день в реанимационных отделениях региона тяжелых пациентов, прошедших иммунизацию против COVID-19, единицы. Это подтверждает эффективность вакцинации. На сегодняшний день болезнь все чаще поражает молодых пациентов. Среди умерших от коронавирусной инфекции есть пациенты моложе 30 лет. Привитые пациенты чаще переносят заболевания в легкой или средней форме, получают лечение амбулаторно. Лишь 3% от общего числа заболевших были вакцинированы и получали лечение в стационаре. Это люди в возрасте старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, после вакцинации которых прошло более 5-6 месяцев. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал изменения в постановлении о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. Начиная с 25 октября вход в кафе, рестораны, ночные клубы, детские развлекательные заведения, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры и другие досуговые учреждения будет доступен только посетителям с QR-кодом или документом, подтверждающим отрицательный результат ПЦР-теста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова